Российский военный врач Юрий Евич призывает уничтожить всех жителей Великобритании и США, которые якобы натравили на них украинцев. Послушайте, как этот добрый человек называет представителей других соседних СРФ государств. Но нацисты все равно в Украине. Смотрите, не перепутайте. Выдавливание провокационных бандитов из Курской области выглядит как-то печально. В студии Первого канала. Уничтожать придется свои села и леса, заявляет депутат Затулин. А ведь это уже не так весело, как стирать с лица земли украинские. Не так ли? Мы отражаем атаки, но пока еще нет свода к тому, что мы наступаем и освобождаем те или иные территории. Или почти нет. Все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали. То есть явно здесь есть свои проблемы. Они объективно существуют, потому что на самом деле, если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Снести нахрен с лица земли, если надо. Так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Рашисты думали безнаказанно уничтожать Украину, и за это им ничего не будет. Но так бывает, когда начинаешь неспровоцированную войну, вторгаешься в соседнее государство, убивая и уничтожая все на своем пути. В таком случае следует ожидать ответа. И чем дальше, тем ответ будет чувствительнее для так называемой России. А то, что так называемая вторая армия по-другому воевать не умеет, кроме как стирать все с лица земли, в этом мы убедились уже давно. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть. РФ снова запустила минувшей ночью по Украине полсотни дронов. Украинские воины уничтожили большинство из них, но часть вернулись бумерангом обратно и устроили в Москве санитарную реновацию. Украина может начать производить собственное ядерное оружие, если не получит гарантию членства в НАТО. Об этом в интервью украинскому телеканалу «Эспрессо» завел бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины Олег Рыбачук. Если нас оставят без выбора, мы в результате российской агрессии убедимся в том, что на самом деле Запад и НАТО не в состоянии выполнить свои обязательства перед Украиной. Мы будем увеличивать выпуск собственного оружия и, скорее всего, мы можем технически и реально приступить к производству собственного ядерного оружия. Чем-то напоминая Израиль, который сказал, что у Израиля ядерного оружия нет, но если надо будет, то мы нанесем ответный ядерный удар по агрессорам. Я напомню, в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от советского ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от России, Великобритании и США. Через 20 лет, в 2014 году Россия этот договор нарушила, оккупировав Крымский полуостров. А за пять дней до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 22-го на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что за отказ от третьего по размеру в мире ядерного потенциала Киев получил гарантии безопасности, но они не работают. За отказом от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Этой оружия у нас нет, безопасности у нас нет так же. Нет и части территории нашей страны. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Скликать их доручено министру закордонных справ. Если они снова не происходят, а за их результатами не будет гарантии безопасности для нашей страны, Украина имеет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает. И все пакетные решения 1994 года были поставлены под суммой. В октябре 2022 года на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Франции, Великобритании и США. И, как писала российская пресса, он обзванивал их, чтобы сообщить новость о том, что Украина готовит провокацию на свои территории с использованием грязной бомбы. В Украине эти заявления называли ложью. Экс-вице-премьер Украины Олег Рыбачук заявил, что Украина может начать производить собственное ядерное оружие. Возможно ли это технически? Он сказал, что за определенных условий Украина будет считать себя вправе. По большому счету произвести ядерное оружие много ума не надо. Это известно. Но другое дело, что очень трудно сделать это тайно и очень трудно это сделать без коммуникации других стран. И хотя бы при каком-то содействии ядерных государств. Поэтому, ну и главное, что есть же военные соображения и политические соображения. Если говорить о военных соображениях, нужно ли Украине ядерное оружие. Ну вот смотрите, главнокомандующий вооруженных сил Украины, он давал официальную статистику, что вот за эти два с половиной чуть больше лет войны Россия выпустила 10 тысяч больших ракет. Ну даже если считать, что там по 100 килограмм взрывчатки, это тысяча килотонн. Ну это примерно 50 таких бомб, как были сброшены на Хиросиму и на Гасаки. Ну и что? Украина сдалась, Украина капитулировала. Что произошло? Ничего не произошло, кроме большого числа человеческих жертв, большого разрушения инфраструктуры. Поэтому ценность ядерного оружия в этом смысле, ну она сомнительна. Ну сколько надо ядерного оружия, чтобы принудить Россию к миру? И сколько России надо ядерного оружия, чтобы принудить Украину к капитуляции? Ну очень много. Мы видим, по крайней мере, доказательства того, что само обладание ядерным оружием не парализует жертву. Россия очень много намекала на то, что если что-то произойдет не так, как она использует ядерное оружие, ну и что это лишило Украину способности сопротивляться? Нет. Ну я думаю, такие же соображения могут быть сделаны относительно России. Что нужно, чтобы остановить, посадить Путина за стол переховоров? Ну мне кажется, вряд ли это ядерная бомба. Она, конечно, может быть теоретически полезной, но технически, политически, разве что юридически есть какие-то соображения. Ну все эти разговоры по поводу того, что Бутапештский меморандум нарушен, они важны только в том аспекте, что ядерные страны очень нервно на это реагируют. Потому что действительно нарушена фундаментальная такая идея конца Холодной войны, когда можно разоружаться, это будет безопасно. А вот Шойгу два года назад говорила об украинской грязной бомбе, это все опровергли. Если можно коротко, что вообще такое грязная бомба? Трудно сказать, что имеет Россия в виду, когда она говорит о грязной бомбе. Ну очень такое представление, такое общее представление, это обычная взрывчатка, обычная бомба или большое количество тротила гексогена, в которой домешан отходы, ну скажем, отработанное ядерное топливо. И оно вызывает не только разрушение, но еще такое чернобыльское заражение, подобное чернобыльскому заражению. Но может это имеется в виду, что можно взять с атомных станций отработанное ядерное топливо. Но это было все сказано, когда Россия захватила запорожскую атомную станцию, на которой находится основной запас, основной склад, хранилище отработанного ядерного топлива. Поэтому кто собирался сделать эту бомбу? Ну это вообще и трудно сделать, потому что, чтобы вскрыть эти канистры, ну во-первых, они огромные, там 200 тонн каждая канистра, их трудно двигать. Во-вторых, тот, кто вскрывает, он погибает. Поэтому придумать такую конструкцию, которая позволяет эффективно использовать такую бомбу, ну это очень, знаете, это такой же теоретический шантаж, как и все прочие ядерные пухолки. Это такого же рода, как этапы испыта, как этапы тренировки нестратегических ядерных сил. Это вот из этого разряда. Редактор субтитров А.Семкин